Шурман, ну тут есть какие-то первые блюда, видимо, шурпа, вот такое вот каракалпакстанское все. Какое станское? Каракалпакстанское. 350? Это наличное. А? Это наличное. Наличное. А блин, у меня в этом машине. Открою. Сейчас. А где? Ребятки, всем привет. Ну что, сегодня у нас суббота, 2 марта. Отработал и едем сейчас с Вадимом встречаемся на одной из шаурмичных в центре города. Покажу адрес, как обычно. Ну и что, продолжим наш тест. Сегодня в планах три шаурмичных, остальные три. Протестить, ну и сказать, какие лучше. Ну, самый главный, самый главный момент, не обосрался. Это уже плюс этим заведениям. Поэтому смотрите видео до конца, не переключайтесь. Постараемся сделать максимально правдивый обзор. Здорово. Всем привет. Короче, ребята, вот мы на месте. Значит, находится, называется, на гриле. Находится Восточная Кругляковская и Черкасская улицы, вот на углу здесь. Что тут у нас с хрюшей? Ну, если есть вообще с хрюшей, а тут чаще всего, может, и не бывает. Что заказывать будете? Одну большую. Пополам порежете? Большую пополам сделаете? Потому что у нас еще две, где потом пробовать. А, курицу можно будет? Ну, давай курицу. Курица большая, да? Да, большая, одна. Давай, выкидайте, друзья. Лекон, грибы, болгарские пельки. Лекон, еще раз. Лекон, грибы, болгарские пельки. Сыр, картофель, пельки. Острый пельки. Не, наверное, без картошки только. Да без добавок, давайте. Без добавок, да. Вообще без добавок. Сырный, барбекю, цезарь, китчин. Понимаете, сырный? Сырный, да? Ну, только без картошки. Без картошки. Да. А так все можно, в принципе, положить. Все добавки. Да. Кроме картошки. 350? 350? Наличные. А? Это наличные. 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 А, блин, у меня в этом машине. Открою. Сейчас. А, где? Почему 300? Почему так? Такое с добавками. Добавки, что-то еще. А, да ладно. А, ни хера себе. Короче, мы решили брать без добавок. Сколько она вышла без добавок? 200. Ну, мы добавили еще сырный соус туда. А, и мясом он сказал, добьет. 190 вышло, и он мясом добьет до 200. А так с добавками, сколько он сказал изначально? Изначально было 350. Ни хера себе. А что он там такое добавляет? А, болгарский перец, бекон, там еще какая-то херня. Ну, я здесь пробовал ее без всяких добавок, только брал еще оранжевый лаваш. И у них какая-то вот ихняя фишка, почему люди сюда, в принципе, идут. Вот этот сырный соус или какой-то вот соус у них особенный, не как у других шурм. Поэтому мы ее выбрали как качество тупо 5. Шурм. Да, шурм. Шурм. Короче, минут 10 сейчас ждем и будем пробовать. Наверное, в машине поедим, потому что... Да, 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 но он все. Погода, конечно, нелетная. Что-то сегодня снег срывается. 2 марта, ребят. Он порезал ее? А я все знаю, может порезал. Я буду спросить. Не порезал? Блядь, не порезал. Иди, ты что порежет? Ой, е! Ну что? Я этот момент ждал весь день. Голодный как ротосолдат. Как он порезал красиво. Это курица, да, получается? Да, курица. Что там у нас? Капуста. Там у нас, значит, капуста, сырный соус, лук. Ну и помидорчик, вот я вижу. Помидорчик, огурчик, все как положено. Их не фирменная фишка, их не вот этот соус. Поэтому она чем-то особенностью отдает, скажем так, от 22-го шара. Ну, всем приятного пить, неприятного. Ммм, да, вкусная. Ммм, очень вкусная. Она, да, вообще прям походит спела от укуса. Ну, потому что, во-первых, голодный. Ну да, это тоже. А потом, во-вторых, ну, реально вкусно. Но, опять же, не острая. Очень сочная. Да. Очень вкусная. И мясо не колокольчик. Вкусная. Из трех я поставлю, наверное, девяточку. Девять баллов. Я, да, тоже все-таки. Застойно, достойно. Мяса, в принципе, немало. И хорошее. Мне кажется, здесь свекла это еще. Это лук синий. Да, красный. Сам ты синий. Ну, я чувствую, что я не наемся сейчас вот этим куском. Но это хорошо. У нас еще больше, две еще есть. После вот этого обзора теста я долго на шарму, наверное, смотреть не буду. А может, подседешь. Я тоже подумал, может, подседу. Не, знаешь, так если перекусить, если все быстро-быстро-быстро, и как-то надо покушать тоже, шармы, это хорошее решение. У всех проблем. Ну, да. И с весом тут тоже. Что такое? А, палат, ну, ничего. Мне показалось, наверное, показалось, как будто волосина. То есть, и блеванул. А ну, ты что, понимаете? Ну, мне показалось. Да? Не, не, не. Свинья. Везде грязь найдет. Бывает. На гриле. За рекламу не платили. Ну, что, неплохо, достойно. Я не наелся, но это и хорошо. Сейчас едем куда-то, там, где... Улица 3-я, Трудовая. Главное, что не 3-я улица, строители, дом 5. Ну, пожалуйста, 3-й улица, строители, дом 25, квартира 12, 4-й, хоть 5-й. Давай на судьбу. Да, да, да. Что, едем дальше? Пойдет, 9 баллов. Да. Приехали во второе место. Как улица называется правильно? Третья Трудовая. Третья Трудовая. Это у нас, вот это у нас Дзержинского, получается, улица. Бля, поставила, конечно, машину. Сейчас все ее зальют грязью. Так, что мы заказали, еще раз покажи. Шашлык в лаваше, да? А где он? А цена где? У него тут меню нету. Цена, я знаю, сколько он стоит. Сколько? Он стоит 200, конечно. 2000, да? Ну, это большой. Фу, 2000. А можно только остренький сделать соус? Так вам... Один большой? Ну, лаваш один большой в шашлыке. Ребята, ну и заключительная сегодняшняя наша шаурма-трип улица Гагарина и Тургенева на углу. Вот здесь, вот уже вкус Востока называется, шаурмичная. Так, мини, шаурма большая, 160, шаурма мини, 110. А что такое донар? А это вот это. А, вот хлеб такой круглый, да? Гирос, ну это понятно. Тут по-любому всегда картошку вставляют, да? Смотрите, нарезают. А что за мясо? Курица. Курица. Надо по кухонке у нас, я думал, оно самое вкусное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Немножечко бы дожарили. Да, не дожарили, да. Да. Он чересчур быстро делает. Наверное, мало держит на печке его. Но в то же время, если уж совсем черное, это тоже не дело. Поэтому, как бы, баланс бы, чтобы соблюдали, но не всегда получается. Ну, что сказать? Как мясо, пойдет? Мясо? Ну, мясо, как мясо, в принципе, нормальное мясо. Мне показалось, на гриле чуть-чуть оно получше. Здесь оно вроде бы и хорошее, но какое-то такое пресновато, не кажется? Да. Да, обычно мясо, они, наверное, не маринуют никогда, просто жарят тупыли. Ну, шауарма сочная достаточно. Не, сочная, это вообще сочная, да. Но не острая. Ну, она такая даже сладкая. Ну, сейчас я морковку по-чувствам. Прям морковка, чтобы-то не по-корейски, обычная морковка, она втругана, да? Да. Да. А может, мы просто взяли вот эту, которую, знаешь, ну... Даже морковка не, это самое, не по-корейски, не острая. Ну, по-корейски просто, вот так, знаешь, нарезана в таком аппарате, где, вот, как типа по-корейски. Обычная морковка сладкая. На первом месте я поставлю предыдущая, там, где шашлык со шашлыком было, все-таки, наверное, на первое место. На второе место, наверное, сегодняшнюю первую, которую мы ели. Я и поставил 9, да, по-моему? Ну, вот это... Я вот не помню, в первой серии что-то мне не понравилось, какая. Восьмерку я кому-то поставил. Вот это, наверное, 8 с половиной. То есть, вот это, наверное, на четвертое место я поставлю. А, подожди, первую мы ели, где зелено-оранжевая, да. Вот тебе она что-то не понравилась. Да, мне не очень понравилась, извините, понял. Она заходит, но в тот раз что-то там лаваш чуть-чуть большой, толстый получился. Из большого лаваша сделали маленькую. Надо... Это из-за этого. Да, по вкусу? Да, да, да. То есть, много лаваша больше. И еще, знаешь, вот я что, опять же, говорю, что вот какая-то там фигня. Чем больше шурма, тем она почему-то там вкуснее, магическим образом. Вот бывает такая фигня. Я такое заметил, вот часто я в шурму, шурму почему-то она больше, и она кажется вкуснее. А по тебе не скажешь, что ты часто ешь. И она с куртики. Короче. Вот эту я поставлю, наверное, ну где-то на третье место. После шашлыка, после первой сегодняшней, на каком-то улице. Какая там эта... Третья трудовая? Шашлык лаваши, да? Или которая... Первое место шашлык лаваши. Второе место, для меня лично, где мы сегодня первую ели на... На гриле. Восточно-Кугликовская, Шаркасск. Да, да. Вот это, наверное... Ну, наверное, третье место поделит какой-то, я уже забыл какой. На последнем месте я поставлю там, где разноцветный лаваш. Наверное, так. Вот это да. Для меня так, наверное. Не, ну я понял. Тебе раз выритинг составлю. На первом месте. Несмотря на вот этот вот лаваш, который получился толстым, какие-то, возможно, мелкие недостатки, для меня все равно лично на первом месте, вот так вот за МФЦ, зеленая и оранжевая. Она для меня все равно на первом месте, потому что, ну, в этот раз... Потому что они тебя заплатили, наверное. Не, они армяник, боюсь просто. Ладно, не вам пидо, ребят. Просто, ну, действительно, я сколько раз у вас ел, как бы, брат, скажем так, как вам сейчас обращаюсь, она у вас всегда на высоте. Поэтому, ну, вы в первое место попадаете, как мне. Скидочку следующего. Так, потом второе место. Второе, все-таки, ребят, отдам-ка я на гриле. Вот это восточно-кругльковская. Первую, которую мы... Да, сегодня, которую мы первые ели. Ее на третье место, на третье место... Шашлык-лаваши. Ага. Я его поставлю. Четвертая. А вот четвертая вот тут борьба сейчас разворачивается между этим и стаханкой. Так как сажать стаханка, это что? Ну, там, где эта свинья. Нас этой, где автомойка. А, да, да. Ну, подожди, я вам, кстати, там, где авария, ну, да, да, да. Четвертая, ну, блин, ты хотел сказать, послушать. Нет, ее опять упало. Ну, ладно. Ну, все-таки, так как, к сожалению, стаханка что-то, как по мне, скатилась. Что-то там уже нет, да. Кстати, я на стаханку на последнее место поставлю. Да, стаханку на последнее ставлю, это ставлю на четвертое. Я еще раз говорю, я не сильно любитель шавармы. Это вот профессионал, ее любитель. И он сказал сразу, я знаю, места много мест, но вот эти вот пять, которые мы попробовали, это, говорит, самое лучшее на его вкус. Соглашусь, как, ну, какие-то, кое-какая шварма очень вкусная получилась. А как я тебе вот больше всего такая вот, что-то запомнилась, одна из пяти. Шашлук. Шашлук, да. И одна с достойных ответов. Она действительно, как бы, хорошая. А вот, Савис, Мари, мы тут рядом стоим, тут тоже вкусовая стопа, чайхана какая-то. И ее здесь открыли тоже, вот хотя мы через дорогу, просто столько, а я здесь скрыли. Тут первое блюдо есть. А вон, смотри, Геру, Меру. А это и там есть тоже. Тут, тут и видишь, что шаварма, но тут есть какие-то первые блюда, видимо, шурпа, вот такую вот каракалпакстанское все. Какое станское? Каракалпакстанское. Спасибо, мы закончим обзор шавармичных города Краснодара. Если вам видео понравилось, поставьте большие пальчики вверх, подпишитесь на канал, на инстаграм. На твой, на мой, на наш. Оставить ссылку там? Ну, оставлю, если не забуду. Да. Ссылку на твой инстаграм. А, еще вопросик такой. Как тебе общее впечатление от самого блюда шаварма? Не, ну я же не говорю тебе, что я ни разу его не ел. Ел, конечно, и не один раз. Ну, это, скажем так, такой первый раз у тебя развернутый где-то ее действительно по-настоящему попробовал. Не, ну вкусная еда, ну блин, она... Кстати, в Турции я пробовал один раз, мне в Турции не понравилось. Блин, не знаю. Ну я в Анталии пробовал, я на камеру говорю, у меня есть видео, мне не понравилось. Потому что там вот так вот шашлык, это лаваш не это, не жарят. А просто заворачивает и все. Да, там вот так вот. Ну там разное есть, я просто смотрю только на какую попал я, не знаю, мне не понравилось. Короче, что, шаурма, есть шаурма, но она не очень полезная, как бы. Она вкусная, питательная, но увлекаться, я думаю, что не стоит такой едой. Не, ну каждый день жрать, конечно, не ешь. Да, это жестко, но... Тем более по три штуки. Но мы сегодня половинками ограничивались, а в принципе нормально. Я и наелся, и не переел вроде. Все, ладно, короче, затянули мы видео. Ребят, поставили лайки, подписались на канал. И до новых встреч в эфире. Всем пока, удачи.